Выездное совещание Союза промышленников и предпринимателей городского округа Люберцы прошло на производственной базе компании «Атесси». Предприятие, которое более 30 лет выпускает профессиональное кухонное оборудование, в прошлом году запустило новую линейку продукции. Подробнее в сюжете Богдана Колесникова. Когда началась специальная военная операция, многие крупные международные компании, работающие в сфере общественного питания, ушли с российского рынка. Их заменили отечественные. Люберецкое предприятие «Атесси» наладило с ними сотрудничество с первых дней. Большое количество изделий мы стали производить под них, как некие аналоги того, что ушло с рынка. У них были американские производители. Сейчас мы сделали полные аналоги российского производства, тех видов оборудования, которые устанавливались и эксплуатировались в этих сетях. Основная наша задача была в 2022 году, и она продолжает такое оставаться в 2023 году, быть экономически эффективным предприятием. И мы таким являемся. Компания выполняет и государственный оборонный заказ, производит мобильные хлебопекарни для армии. Большую часть отправляют в зону СВО. Импонирует то, что предприятие, российское предприятие, достаточно новых компонентов российского производства. И наши коллеги-предприниматели, они идут по этому пути, по пути локализации. Они, так сказать, готовы двигаться в эту сторону дальше. Но я думаю, что мы будем дальше сотрудничать и помогать друг другу. На предприятии, которые выпускают около 10 тысяч единиц продукции в месяц, работают 250 человек. Заказы растут, а значит и производительность будет увеличена. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.